Всем привет! Вы на канале James Games и это ТОП-10 игр Pro Skateboard. Десятое место. Leave me alone a trip to hell. Боевой скейтбордический платформер в стиле 90-х, созданный командой российских, украинских и белорусских разработчиков. Игра наполнена головокружительными прыжками, а также сражениями с панками, монстрами и мутантами. У игры достаточно интересный захватывающий геймплей, атмосферная звучка и графика, напоминающая игры на старой доброй приставке Sega. Девятое место. Шон Уайт Скейтбординг. Игра, разработанная Ubisoft Montreal в 2010 году. Идейная продолжательница серии Шон Уайт Сноубординг, вот только теперь Шон Уайт катается на роликовой доске. Одна из интересных фишек действия игрока будут преобразовывать город, делая его красивее и добавляя на улицы различные приспособления для катания на скейте. Восьмое место. Эпик Скейтер 2. Аркадный симулятор скейтера, где вам предстоит выполнять разнообразные трюки на доске. В игре реализованы различные уличные трассы со сложными препятствиями, рампами и подъемами для прыжков. В данном продолжении первой части вы сможете выполнять новые трюки, насладиться более совершенными физическими моделями и улучшенной графикой. Седьмое место. Олли Олли 2. На первый взгляд простая, но на деле очень глубокая и полная сложных моментов игра. Как и в первой части, перед нами абсолютно бессюжетный проект, рассчитанный исключительно на любовь игрока к испытаниям, хардкору и скейтерским трюкам. Тут нам предстоит отправиться на различные полигоны для трюков и творить всевозможные финты на всем, что попадается под скейтборд. Шестое место. Скейтер XL. Игра, которая с декабря 2018 года находится в раннем доступе в стиле. Главная особенность этой игры в том, что тут нет готовых трюков, закодированных на различные кнопки геймпада. Вместо этого нам предлагают проделывать выкрутасы на доске самостоятельно. Каждый стик управляет отдельной ногой скейтбордиста, что дает большой простор для различных экспериментов. Пятое место. Сэшн. Игра, вдохновленная золотой эпохой скейтбординга, деньги на создание которой были собраны на кикстарте. Сэшн прежде всего нацелена на передачу реалистичной езды на скейтборде. Стоит отметить уникальность системы управления, где необходимо научиться правильным движениям на геймпаде, так как каждый стик соответствует определенному движению ног. Четвертое место. Тони Хокс Pro Skater 3. В отличие от большинства игр, в данном проекте нет сюжета, что в принципе не помешало игре стать весьма популярной в своем жанре еще на первой PlayStation. Тут игрок может выполнять ряд трюков, за которые начисляются очки, соединяя их в длинные непрерывные комбинации. И что самое примечательное, в данной серии игр консультантом при разработке выступал культовый скейтер мистер Тони Хокс. Третье место. Тони Хокс Underground 2. Шестая игра в серии, выпущенная в 2004 году. Геймплей основан на уличном скейтбординге и на исследовании трехмерных локаций. В игре реализован пеший режим, открывший определенные возможности для стрит-арта и паркура. Многие игровые задания требуют от игрока последовательного непрерывного совершения разнообразных действий. Удачное выполнение комбо или отдельных трюков вознаграждается специальными очками. Второе место. Skate 3. Симулятор скейтбординга, разработанный EA Black Box и выпущенный Electronic Arts в 2010 году. В работе над игрой участвовали многие мастера скейтбординга, такие как Джош Калис, Крис Хаслам, Терри Кеннеди и Роб Дирдек. Роль одного из персонажей, тренера Фрэнка, исполнил известный американский актер, ранее также занимавшийся скейтбордингом Джейсон Ли. В целом игра сделана крайне добротно и порадует даже тех, кто гоняет на скейте в реальной жизни. Первое место. Tony Hawk's Pro Skater 4. Четвертая серия знаменитого симулятора уличного спорта, где игроку представится возможность управлять скейтбордом, выполняя неимоверные трюки в разных частях большого города. В отличие от предыдущих эпизодов, в данной части было реализовано свободное перемещение в рамках локации. В целом, яркая, динамичная, азартная и затягивающая игра. Neversoft удалось удержать планку почти так же высоко, как они держали ее еще со второй части. Потому что ядро геймплея осталось в данной игре нетронутым. Зато его оболочка обросла красивой картинкой, величными локациями и обновленной физической моделью. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Данный топ был сделан ради эксперимента в более ускоренном виде, чтобы, как говорится, было максимум полезной информации и минимум времени, затраченного на просмотр ролика. Ну а если тебе пригодилась информация из ролика, не поленись поставить лайк и подпишись на канал. Всем удачи и до встречи в новых видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!